Всем привет! Вы на канале Иван Катеринова. Здесь любят попутешествовать и погулять. И если с путешествиями в последнее время не так, как хотелось бы, то гулять и знакомиться с новыми местами труда почти не составляет. На одну из наших семейных прогулок по Москве приглашаю и вас. Сегодня расскажу и покажу вам чудесный уголок дивной и местами суперэкзотичной природы прямо в центре Москвы, на проспекте Мира. Итак, Ботанический сад МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» три столетия назад стал живым учебным пособием для Московской медицинской школы, а также местом разведения лекарств для казенных аптек. Спустя время его изначальное назначение изменилось. Из научного заведения для врачей и студентов-биологов «Аптекарский огород» превратился в место доступа и образовательных программ для всех желающих. Поэтому, если вы интересуетесь редкими растениями или просто хотите отдохнуть от городского шума, не удаляясь от центра, «Аптекарский огород» может вас заинтересовать. Здесь можно в тишине полюбоваться цветущей сакурой, альпийскими цветами или хищными растениями амазонских лесов. На территории огорода сохранилась оранжерея конца XIX века и пруд XVIII века. Он был выкопан для сбора вежних и дождевых вод. Его дно было выслано несколькими слоями глины, которые специально привезли из кжели. Благодаря этому пруд всегда остается наполненным даже без естественной подпитки в виде ключей и ручьев. С чего все началось, сейчас расскажу. В далеком XVIII веке во время Северной войны со Швецией российским лекарям катастрофически не хватало лекарств. Посему в 1706 году по указу Петра I на тогдашней северной окраине Москвы был заложен огород для выращивания лекарственных трав. Для управления огородом приглашали опытных садовников и ученых-иноземцев. Главным образом из Германии. В медицинском саду не только выращивали лекарственные травы и готовили из них лекарства, но и обучали будущих врачей. По легенде, еще при основании сада сам Петр посадил здесь три хвойных дерева – ель, пихту и лиственницу – для научения граждан в их различии. Из них последняя жива до сих пор. Вот она. Но это не точно. Со временем сад превратился в один из центров отечественной науки и стал московской достопримечательностью. В 1808 году был издан первый каталог коллекции растений сада. В нем было указано 3528 растений. Отечественная война 1812 года оставила эту часть Москвы, выгоревшей дотла. В саду сгорела большая часть строений. Уцелели лишь деревья в глубине парка. После войны с Наполеоном часть территории садового питомника пришлось продать. На вырученные деньги и восстановили хозяйство. В 1850-х годах была предпринята серьезная реконструкция сада с целью сделать его более привлекательным для горожан. Удалось. Сад превратился в любимое москвичами место отдыха. Часть его была отделана в английском вкусе. Появилось много цветов и для удобства посетителей наставлены по разным местам скамейки и диваны. Художник Илья Репин, бывавший в саду, записал в своем дневнике в университетском саду много милого мужичья да бобья, несмотря на высокую входную плату. На протяжении всего XIX века садом управляли видные ученые. Благодаря их усилиям к концу века сад стал одним из центров отечественной ботаники. Своими коллекциями он мог похвастаться перед многими знаменитыми ботаническими садами Европы. Директор сада Горожанкин ездил к коллегам для перенятия опыта. В одном из писем домой он писал, «Кажется, я не ошибусь, если скажу, что после оранжереи нашего сада в Дрезденском саду нечего смотреть». В первые годы советской власти в стране было не до ботанических садов. Вплоть до 1930-х годов в саду наступил период разрухи и упадка. Сад был закрыт для обычных посетителей, но несколько раз в неделю на территории разрешали гулять детям, жившим в окрестных кварталах. По мере роста Москвы возрастало и значение сада, как место отдыха гаража. В годы войны на территории сада были вырыты бомбоубежища, а на производственном участке возник коллективный огород. Здесь выращивали овощи. В лаборатории же продолжались исследования, в том числе по повышению урожайности пищевых растений. В послевоенные годы посещаемость сада достигла своего пика. 200 тысяч человек в год приходило в садные экскурсии, занятия, выставки цветов и просто побродить по тенистым аллеям. Он был очень популярен среди москвичей и оставался до середины 20 века единственным ботаническим садом в Москве. А вот еще несколько интересных фактов. Аптекарский огород – один из 15 российских садов, включенных во всемирную сводку «1001 сад», который нужно увидеть. В ботаническом саду вы можете приобрести семена понравившихся растений. В погожие выходные и праздничные дни в саду бывает более 7 тысяч человек в день. Можно выделить три основных пиковых сезона. Весной – с середины апреля до конца мая во время ежегодного весеннего фестиваля цветов. Осенью – с сентября по начало октября во время ежегодного фестиваля краски осени. И зимой – в оранжереях с середины декабря по март во время ежегодного фестиваля тропическая зима. Каждую неделю в огороде проходят тематические выставки, фестивали, концерты, мастер-классы. По версии Яндекс аптекарский огород занял пятое место в рейтинге самых фотографируемых мест Москвы после Храма Христа Спасителя, Красной площади, Московского зоопарка и Новодевичьего монастыря. Так говорит Яндекс. Не знаю, точно ли эта информация, но здесь действительно очень красиво и есть на что посмотреть. Приходите и убедитесь сами. А я прощаюсь с вами. Надеюсь, видео было вам интересным и полезным. Ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья. Пока-пока.